В Лабытнанской администрации в рамках проекта «Открытый город» прошли публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования за 2015 год. Участие в этом мероприятии приняли более 60 человек, рассказывает Игорь Борисов. Детальнейший отчет об исполнении бюджета минувшего года представила заместитель главы администрации города Людмила Пищегина. Год этот был очень непростым в социально-экономическом плане для всей страны, естественный для нашего муниципального образования тоже. Тем не менее, удалось выполнить все социальные обязательства бюджета. Трижды бюджет подвергался корректировке. Итоговые цифры таковы. Доходы 3,4 млрд, расходы 3,5 млрд, дефицит составляет 68 млн. Обожаемые жители, обращаю ваше внимание на то, что администрация города Лабытнанг в 2015 году не воспользовалась правом заимствования в кредитных организациях по Федеральному казначейству Российской Федерации. Основным источником покрытия дефицита бюджета являлось изменение остатков денежных средств бюджета на едином счете по учету средств местных бюджетов по состоянию на 1 января 2015 года в сумме 207 млн. Участие в публичных слушаниях в рамках проекта «Открытый город» на сей раз приняли более 60 человек. Вроде бы и не так уж мало. С другой стороны, практически все слушатели в той или иной степени причастны и к формированию, и к исполнению бюджета в качестве исполнителей муниципальных программ и главных распорядителей бюджетных средств. Сотрудники администрации города, депутаты городской думы. Представителей собственной общественности, для которой реализуется проект «Открытый город», было немного. Я, как председатель общественной палаты, на многих площадках принимал уже участие, практически на всех. И сегодня тоже слушали отчет по бюджету за 2015 год. Хорошо, что можно принять участие, посмотреть. Ну, народ надо немножко пошевелить, посмотреть, чтобы он более активно принимал участие. К сожалению, видите, замечаний, предложений как бы не поступало. Я думаю, что все еще впереди. И это действительно так. Местная власть делает все возможное для реализации проекта «Открытый город». Но для того, чтобы эта реализация стала действительно успешной, необходимы встречные шаги со стороны широкой общественности. Значит, все еще впереди. Игорь Борисов, Дмитрий Сверид, программа «Время местное». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!